До свидания! До свидания! Спасибо большое! Не надо такие слова, надо же пользоваться Спасибо большое! Ну ихе! Ихе! Бляхас! Ауаааа! Я очень рад! Сюрпризы не случилось! Всем привет! Я Макс Капков и я в Стамбуле Здесь проходит чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях Как вы поняли это влог на выезде Где у меня спортивные соревнования, чемпионаты или мероприятия И я как раз таки специально прилетел сюда Мы будем смотреть легкую атлетику, мы будем болеть, мы будем разбираться и комментировать Естественно, само собой я приехал не один, просто потому что я первый раз в этой стране Я приехал с другими любителями легкой атлетики из моей родной Сибири И я надеюсь встретиться с другими знатоками и адептами легкой атлетики из России Я точно знаю, здесь такие будут и мы наверное с ними увидимся и познакомимся Четыре дня соревнований, четыре, нулевой день Удивительно, да, первый день, второй день и третий день соревнований будет Все по классике Мне интересно посмотреть на атмосферу, пообщаться с зарубежными спортсменами И увидеть действительно европейских топов Короче, посмотрите, как все организовано Давайте смотреть, что это Очередь, да, говоришь? За молоко, походу Кто последний? За мной Вот тут занимаются продажи, реализации маскотов и талисманов Это чайка Да, здесь в Турции много чаек живых и вот здесь как оказалось Вот, вот как это все выглядит и это можно купить Да Я могу помочь Я могу помочь Сколько стоит? Сколько стоит? Сколько стоит маскотов? Это получше 20 евро Да, евро Туркишные лиры? 400 туркишные лиры Ну, вполне нормально, очень даже не кусается, можно купить за наличные деньги Энэкэш Энэкэш, да Энэкэш В общем, в первый день финала у нас здесь на нашей трибуне очень много народу и довольно, да как довольно, очень дружелюбная атмосфера Вот я наступаю! Поехали все, tai ее посмотрим 自 дня Я из Евразиях Англии Еltает Н pathways Дальше Мы из Евгии Ингеров Одне ОЧ моя Я из Хoor ENГР大家 Я из Свеётся supplies Гризис Строкия Лsings Здесь очень много национальностей сидят Эстонцы, ирландцы, немцы, англичане, испанцы Португальцы мимо ходят, норвежцев много Достаточно было, просто потому что все ожидают финала якобы Ингибридсона Вы поддерживаете Ларомир? Бесплатный мастер-класс сейчас на ФИСАТУТЬЯМ готовится к ядру И вот я увидел такое весьма оригинальное упражнение Поэтому пользуйтесь, кому нужно, кому интересно Первый день стартовал Это официальный первый день, где у нас полуфиналы и финалы И женские 60 метров, три полуфинала Мои дорогие хорошие, я как оказалось из России здесь не один Не только здесь Экросс Костя Кант, я, но и мой новый друг Это Лев из Курска Здоровайся Здрасьте Так, Лев, а кто твой самый любимый легкоатлет? За кого здесь болеешь больше всего? Яков Ингибридса А почему за него именно? Ну, когда я адаптируюсь сам на эти дистанции Мне сам по себе он очень нравится Я очень много соревнований смотрел, где он бегал, мне очень нравилось Как ты думаешь, кто у девочек на финале 60 метров выиграет сегодня? Наверно, как лучше Она хорошо себя показывает Хоть она уже и не молодая, но она может выиграть Красавец, давай забьемся на пари, потому что я болею за его свободу Буквально через несколько секунд я приготовлюсь посмотреть 400 метров И там будет стартовать киборг, помноженный на вечность Терминатор, выбежавший из джунглей, Карстен Вархольм Рекордсмен мира в 400 с барьерами, лидер сезона в 400 метров И с ним побежит товарищ моих новых приятелей из Испании, Оскар Хусильос Ты любишь Вархольм? Я просто знаю его Нет, я просто знаю его из 400 Вархольм Кто ты, мой друг? Ты чудесный, очень чудесный Нормально Он лучший поддержкой команды Окей Фан номер один Номер один Невероятная истерика буквально секунду назад на стадионе творилась Все приветствовали Фемки Бол Фемки Бол Фемки Бол побежит в полуфинал сейчас А Фемки Бол это величина всего сущего и сотворенного в женских 400 метрах этой зимой Что за ужас творится? Фемки Бол это что-то невероятное Это уникум Человек два раза абсолютно в полусонном состоянии С зубочисткой во рту Показывает 52 секунды Не устав, не запахавшись Не загнувшись раком ни разу Ну короче Это какая-то королева Пока нет Сидни Маклафлин Разбудите Маклафлин Чтобы была какая-то конкуренция В данный момент финал на 3000 метров И бежит Вот там на дорожке бежит Спортсменка известная как Муза и Пуся Одного известного журналиста Констанц Клостерхаутен Из Германии И вы можете оценить насколько я опытный легкоатлет И журналист и комментатор Что я абсолютно без запинки могу сказать Констанц Клостерхаутен Хоко сейчас в лидерах И уже буквально несколько метров она дала просвету Убегает, убегает Честно говоря, я боел за Констанцу с первого метра Я вела практически 8.36 кг 32 секунды последний круг Лидер 31 пробежала Ну, я могу сказать Что Оля вот могла за бронзу побороться В этом забеге 8.41.19 Я считаю, что то, что и должно было случиться То и случилось Потому что все ставили на Констанц Ну это типа она самая топовая Да, понятно Вот, но чемпионат без сюрпризов Это не чемпионат И поэтому по ножовщине немецких спортсменов В немецком дерби Победила самое неожиданное получается Ну почему? Она просто Констанца Днесла на себе бремя лидерства И тащила всю дистанцию А это вторая спортсменка Кляйн Которая все-таки знала Что Констанца сильнее Вперед не выходила Ну а здесь классика В длинных бегах Отсиделась на финише Вышла и выиграла Бежит рекордсмен мира На лето дистанции Олимпийский чемпион Вот он Вот он А ты Не дает иметь Я Олимпийский чемпион А ты 3.33.95 Слушай, мы хотели драмы, мы хотели жаришки, мы хотели перчинки Мы ее получили Драма была, реально, вроде и Уилс упал Я думаю, что все закончится, не начавшись Потом все началось И потом все закончилось по законам жанра Мне кажется, все сказано и все было увидено Теперь, если это все пересматривать и переживать по новой Радоваться новому рекорду чемпионатов Европы В чем финал? В 1500-х? Да, очень хорошо Яков был удивлен, как всегда Удивленный? Да Но Нил Гурли поставил его Да, было хорошо Нелело увидеть его под прессу Хорошо, мы сделаем хорошо Ингребитсен удивленный? Да Окей Состоялось несколько финалов Достаточно интересных и драматичных Но самый близкий и самый дорогой моему сердцу финал Состоится буквально прямо сейчас с этим бутербродом Но нет, конечно, мы ждем о женских 60 метрах А это мои новые товарищи Из Германии Да Я люблю тебя Он говорит, что я лучше, чем Констанс Я думаю, что это лучший Он лучший? Да, конечно, он лучший в мире Он монстр? Он монстр триплджап? Он родился для триплджапа Оооо Еще один финал позади Ну как финал, финал из пяти видов позади Чем закончилось? Вообще, капец, как интересно было Сулик выбежала выигрывать Но всего лишь набрала по национальному рекорду Занять второе место И на пятям она, конечно, не достала Но отыграла невероятное количество очков Но у человека, который набрал по мировому рекорду Невозможно сегодня было выиграть, а? Мировой рекорд? Свыше пяти тысяч И Сулик национальный рекорд Свыше пяти тысяч И дальше третья Нурвиц Там, ну, ловить нечего уже было Там все Они в космосе от нее Да, очень счастливые Нафри, нафри, она потрясающая Она лучшая Адриана Она сделал хорошо Очень счастливая Очень счастливая Очень счастливая Мне нравится Истанбул Торог Уважаем Хайджамп 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 Знаешь Мария Лисицкене? Да, я знаю Я люблю тебя Моя любимая Адриана Мой брат Он ходит 1500 метров Сильвия Кришан Из Англии Манул Гихарро Манул Гихарро Оценить эпичность момента Заключительный финал сегодняшнего дня На арене все сверкает На арене невероятная иллюминация Представляют по одной участниц финала Вбедено 60 метров у девчоночек А? Наверное, в Камбодже Но я считаю свободу Помним, я болею за его свободу Это мой фаворит Это что такое вообще сейчас было? Семь секунд пока показывают на табло Ну, Камбоджи Деклассировала всех Тут, я не знаю Думал, наверное, не так все будет, а Но было прям все так Но все, кто должен был Все на кого ставили Те и победили Значит, Камбоджи первая Ева Свобода вторая И Дэрил Нейта Сейчас за бронзой забежала Очень уверенно набежала Прям нигде Деклассировала на каждом участке дистанции В общем, короче, тетенька из Швейцарии сделала красиво Утром второго дня начинается мужское многоборье Семиборье И так получилось, что буквально рядом со мной Находятся любители и поклонники мужского многоборья из Швейцарии Просто потому, что среди них отец Симона и Хаммера Я назвал Франц, Франц Эхаммер И где ты из? Откручаленно из Устрии Но я живу около 21 лет в Швейцарии Я считаю, что Симон Эхаммер — это хаммер Симон — мой сын Он тоже half свист, half austриян Тиролиан Я очень рад, и я надеюсь, что он сделает очень хорошую соревнования в следующие два дня. Я люблю невероятно. Если бы программа начиналась в 6 утра, я бы все равно сюда пришел. Ну, весело-весело слушать. Вот этого человека вы, может быть, в лицо вовсе и не знаете, но когда он сейчас начнет говорить, многие из любителей, которые что-то смотрят, сразу же могут его узнать. Артем, а ты можешь по-фирменному поздороваться? Йоу, всем привет, меня зовут Краевич, добро пожаловать на чемпионат Европы. Это человек, который ведет стримы на небезызвестном паблике ВК под названием Кран. Да. Итак, мы сейчас посмотрели с Артемом предварительный бег на 60 метров у мужиков, был опять забегов. Кто восхитил, кто порадовал, кто, может быть, расстроил тебя больше всего, скажи им. Ну, порадовал Джейклсу, потому что он прям хорошее время сбегал, даже бросив на финиш убежать. Так что это прям хорошая заявочка. И порадовал еще, наверное, Волка, тоже уверенно свой сбег выиграл. И Прескотт тоже, они должны сейчас с Джейклсом побороться, я думаю. Что скажешь по поводу моего любимого Карла Эрика Назарова? Ну, усы у него, конечно, покруче, чем у тебя, но чуть-чуть. Ну, первая, самая. Давайте! Я, кау, кушу! Ну, и на что ты там смотришь? Я смотрю на 3000 метров у мужчины. Предварительный, да, сейчас, по-моему, забег? Да, да, да. Первый забег. Кто твой самый главный фаворит, давай быстро говори. Ну, я же с детства за Якоба, Джейкоба. Да, давай определимся, Джейкоб или Якоб все-таки, или Яша. Давай Яша. Кто скажешь вообще, в принципе, по настроению, глядя на Ингибридсона? Смотри, 2 километра 5.27, это темп не очень быстрый, но Якоб, Яша, он, как бы, будет делать финиш. Он сейчас третий с конца бежит, если вы понимаете. Да, он бежал предпоследний, но ему нужно быть всего в шестерке, чтобы пройти финал. Очень легкая формула выхода, по сути, вот так вот. Да, да, мы хотим выставить. Но ты веришь, что ничего не случится? А то вдруг кто-нибудь сейчас, не дай бог, голландец упадет и все, и завалит его. Такое не может быть, да? Он встанет, и все равно будет в шестерке. Я ее предназначу. Сейчас некий самый главный ужас утра произошел. Симон и Хаммер, который претендовал на победу. Ну, на победу же, да? Вот. Просто на втором виде, три крестика, баранка. Можно ехать домой в Швейцарию. Все, я не знаю, что, как, как. А за нами сидят его родители, и, возможно, девушка. Это все, драма Шекспир и племянники очередной раз. Остался только Кевин Майер. Целая куча эстонцев, которые рвут и мечут на каждом виде. Я не знаю, что дальше. Что случилось? Что случилось? Серо, серо, серо. Это... Ты вернулся сильнее. Конечно, конечно. Заметил крутую техническую особенность на шесте. Уже который раз сейчас мужики квалификацию прыгают. Там на стойке есть какие-то световые вкрапления. Какие-то ледовские. И когда человек не берет высоту, они загораются красным. Сейчас они типа горят синим, и когда он берет, они загораются зеленым. Это прикольная визуальная штучка. Новая. Я до этого никогда еще не видел. Люди, которые сейчас здесь находятся, в забеге на женском шиат с барьерами, будут болеть за Ирланд Кусару Лавин. Это ее родители. Это ее родители. Сейчас будем смотреть, как она пробежит. Что ты думаешь о Муджинга-Комбунже-Викторе? Это великолепно. Это великолепно. Это великолепно. Это Кусарчинга. Вечерняя программа второго дня. А сейчас вообще все начнется с многоборья. С вечером многоборья первого дня. И очень удобное место мы выбрали. В данный момент двумя рядами ниже меня сидит легенда всего сущего и сотворенного в мужском многоборье, семиборье и десятиборье. Человек, который набирал по мировому рекорду, грозил а-та-та сильным мира всего. И это Роман Шеберли. Дядя Рома это вот сидит. Он же идейный вдохновитель. Чего? Экроса? Нет, но Экроса я, может быть, действительно могу вдохновить на что-то. Это я признаюсь. И тех людей, которые, возможно, тебя смотрят. Некоторых. Ну да, некоторые люди, да, у них жизнь начинает на наклоны катиться после того, как они подсаживаются на эту контентную иглу. Так что, да, в какой-то степени ответственен я за деградацию. Швабру нашел в итоге, нет? Швабру нет, до сих пор ищу. Никто так мне не ответил, где она. Так, ну давай мы с тобой сразу же пройдемся по всем скреативным приколам. А вот гиппо это что? Гиппо это, если ты не понимаешь, что такое гиппо, то все. Ты зачем здесь нужен, да? У тебя гиппо значит, да. Тогда скажи мне, что круче, сушистые или бармальки? Так, ну, блядь. Это разные весовые категории, нельзя таких людей сравнивать. Смешивать абсолютно. Но вообще, если бы мне сказали выбрать одних, я бы выбрал сушистов, конечно. Тут гены, гены. Гены? Кстати, я Геннадьевич. Геннадьевич. Плотно, плотно по каламбурам. Да, и батю даже мы его припомнили. Плотнеешь, ладно. Короче. Как бы сказал Витя Доронин, домашний стендап провален просто с треском. Нулевой день чемпионата был, первый и утренняя программа второго дня. Ну все, подтянули, короче, дано под ответ. Что скажешь, вот топ-3 твоих перформанса, то, что ты увидел. Ну, очевидно, это, очевидно, два из них принадлежат многоборкам. Так, еще, еще, еще по перформансам. Ну, типа давай, две многоборки, это один первый. Давай, две многоборки, Муджинка Камбуджи и Нил Гурли на полторахе. Ну вот как. Хорошо. Вполне, вполне, наверное, очевидный. Ну, хотя я не знаю, Гурли или Кляйн, Гурли или Кляйн. Ну пусть будет Гурли. Хули, мы за мужиков тут топим. Базаров нет. Потому что они голубые. Сексистский блог, здравствуйте, добрый вечер. Конечно, конечно. Слушай, ну вот у меня чуть больше. О, здравствуйте, убавьте низов, пожалуйста. Так, а у меня чуть немножко другие будут такие перфы. Адриана Сулик, которая зачекала за 80 метров бабка, и она с бабкой с косой на плечах финишировала. Это мой первый перф. Окей. Второй это моя роднуечка, моя вонючечка, которая проиграла Муджинки Камбуджи. Вот. И радовалась серебру, вытанцовывалась здесь. Ну и третий перф, слушай, я не знаю, он, наверное, впереди. Потому что я хочу, чтобы Марселю сегодня показали дядя есть лучше. Да? Да, я не хочу, действительно, я не хочу. Я еще в обиде за моих ребят американских, что он их это обделил. Да, я вот как раз-таки не в обиде. Я тогда против тебя поболею, получается. Чего? О! Вечер перестает быть томным первым полуфиналом. У мужиков опачки. Итальянец Чикарелли. 6.47. Быстро. Особенно для уровня Европы. И Прескотт, лидер сезона, даже до свидания, пять сотых проиграл ему. Пока люди хлопают, второй полуфинал закончился. У мужиков на 60. И француз, да, все радуются, я закончу. Хенри Кларсон, швед, который меня не впечатлил утром, по национальному рекорду выиграл забег. А Карл Эрик Назаров, за которого я болел, вообще мимо всего. Буря, истерика, искра безумия. Олимпийский чемпион бежит. Марсель Джейкобс из Италии. Все поддерживают. Сейчас я буду снимать его с самой его сильной стороны. С жопки. Ожидаемый Марсель Джейкобс в третьем полуфинале побеждает. Или как его здесь называют дикторы Марсель Якобс. Но пробежал он по лучшему своему результату в сезоне 6.52. Но это медленнее, чем итальянец. Другой итальянец. Опять Италия доминирует в Европе. Что происходит, я не понимаю. Тем временем начался финал в женском шесте. И для меня особо сильные, не то чтобы интриги, нет. Просто в Европе не все самые сильнейшие. В этом году летуют канадки. Вот Алиша Ньюман мне очень сильно нравится, между прочим. И Аника Ньюилл. Но их нету здесь, само собой. Это же Европа. Ну и я вам не Ольга Богословская и не Яланда Чен. Я не буду говорить, кого еще нет. Вы все прекрасно знаете, по какой причине и почему. И как она прыгает. Но из всех доступных, кто сейчас есть и заявлен. Тину Сутей наиболее симпатично мне. Я буду следить за ней. Надеюсь, что она победит. Там начальные высоты пока идут. Но лидеры в борьбу не вступали. И вполне возможно, что шест будет длиться несколько часов. Высота будут подниматься, как и все прекрасно понимаете. Сейчас пока интересного мало. Вся интрига еще впереди. Но уже кто-то не может взять начальную высоту. Сейчас я посмотрю по протоколу, кто это. Это было две спортсменки. Швейцарка и шведка. Но они успешно с третьей попытки справились. Нервы потрепали, но продолжают все вместе, дружненько. И следующая высота. А тем временем начинаются полуфиналы женские на 800. Надо смотреть. Все в нон-стоп режиме. Первый полуфинал приятный. Там по формуле выхода три человека квалифицируются напрямую. И это было две минуты 00.05. Это, как говорится, здрасте, добрый вечер. Коротко расскажу о брендах. Что вы думаете о победе Вильма Мурта? Я думаю, что Вильма будет победить. Совершенно. Европейский чемпион в Истанполе. Они поддерживают Вильма Мурта? Конечно. Это почему я здесь. Вильма Мурта Вильма Мурта Приятного аппетита. Это как и вильма Мурта? Вильма Мурта На которую я в принципе выставил Она пока в глубине Вся разборка и драматургия еще впереди Просвет есть Видишь, что я прямая Но он умер, никто не достает Финиш забега женской полторашки Лора Мюр на второй половине дистанции Выбралась из Гуччи, чтобы взять свое заслуженное Бабачея тащила-тащила, тащила-тащила Тащила-тащила, но не дотащила У меня вообще сил не останется со всеми этими видами Со всей силы продолжается кипиш на секторах у нас Там на шесте Мурту зарубается против Сутей Это я вижу, потому что я уже ушел оттуда там издали Здесь по-прежнему один господин многоборец норвежец остался И мучает, и видит высоту Вот один там остался И буквально несколько секунд назад Мужской финал на 400 произошел Где едва-едва практически самого страшного киборга и дракона на свете Не почекал бельгиец В общем, Джульен Батрин буквально всего 9 сотых Проиграл Карсту Вархольму Вархольм, как обычно, вот этой своей буратинией техникой Деревянный мальчик, блин, но выиграл Европу, а Вот он, что-то там говорит о том, что ему нужно учиться по-другому бегать Что его ставят, штырят о том, что он слишком, наверное, задавлен штангой Этими упражнениями, он прыгал, скакал с этой штангой, а Ой, человек-дерево, а Конечно, сильный, великий рекордсмен мира Но деревянный, с ума сойти Да ей-богу, я сдохну сегодня со всеми этими финалами, честное слово Женские 400 метров были Пенки Болл, ну, без разговоров Из 50 секунд 49-85 Просто планка была завышена Она на чемпионате Голландии пробежала по рекорду мира И, в принципе, сейчас был такой же сценарий Она бежала первая, за ней уцепили свеки клавер Так они и добежали Клавер вторая 50-57 И третья полячка Анна Клебосинская По ВЛУ с лучшим сезоном С лучшим результатом в сезоне 51-25 Если меня после сегодняшнего дня увезут в дурку куда-то или в рехаб Ну, не обижайтесь Потому что остался финальный финал сегодняшнего дня Здравствуйте, туфтология подъехала Мужские 60 метров Че там будет? Разборка взрослых мальчиков Местная спортсменка, ну, наверное, одна из немногих, которая на победу здесь претендовала В тройном прыжке у девчонок Данис Маск Она выигрывает В одной попытке зашарашила Но в каждой попытке ее поддерживали неистово Зрители, ну, вот как сейчас Так Ой-ой-ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, чё творится, чё делается? Молодой отоварил, а? Италия снова на коне. Чикарелли 6.48. Ломон Барсель Джейкобс 6.50. Генрекорстр третий, национальный рекорд Швеции 6.53. Мне сказать больше нечего, короче, всё. Всё, выключайте всё сегодня, нет сил никаких, пока, до свидания. Ты любишь атлетику? Ты любишь атлетизм? Да, конечно. Мы мастер-атлетизм. Мы атлетики. Я бывший национальный атлетик, 1500 метров. О, как! Я победил Балкинский атлетический шампионат. Очень интересный, очень интересный. Да, 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 да. Он наш третий. Мастер-атлетик, мастер-атлетик, мастер-атлетик. Да, да, да. Он старший атлетический шампионат. Длина и женская высота. На женской высоте, понятно, есть прям непререкаемый фаворит. И в мужской длине, кстати, тоже. И сейчас мы все это будем смотреть. И параллельно сейчас здесь идет предпоследний вид мужского многоборья. Я не знаю, Борья. Мастер-атлетик. Ой-ей-ей. Матер-атлетик. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ой-ой-ой. Вот теперь 7,8 метра Мужские на заборах коротких стартовали Да, казалось бы, как будто бы длинные в манеже есть Так, значит С нашего ракерса не очень хорошо Кстати, здесь видно с места, но Прикольно, 7.50, швейцарец пробежал И Шиманский, на которого я ставил Был вторым 7.54 Но по формуле выхода Четыре первых проходят дальше в финал Внизу прыгает дочь Ангелина Топич Тренирует ее отец, Трогутин Топич Который вот сейчас бурно реагировал На успехи своей дочери Вот человечек сейчас послушал тренера Сделает соответствующие выводы И будет вторая попытка на 2.03 В общем, могучих без сюрпризов Уже чемпионка Европы И штурмует 2.03 Отвалились все девчонки И все остальные две украинки И нидерландка Верман Которая с национальным рекордом Взяла, забрала серебро Не взяв 98 Это я на табло сейчас смотрю И четвертое место, что самая приятная попытка Совершается Неудачная сейчас попытка была вторая Но мы продолжим Четвертое Ангелина Топич Дочь Дрогутина Топича Из Сербии С высшим мировым достижением До 20-летних Четвертое место Немножечко до бронзы не хватило А у нее что там? На 1.94 Все, пока так Быть без медали сегодня Но с таким результатом Серьезным личным рекордом И высшим мировым достижением Это жизнь Что Если у нас было Как на русском Лак Удача Удача Да, если было Чуть больше удача Чуть больше удача Будет Медаль Она молодая Только 17 лет Что сказать Жизнь Жизнь продолжается Тоже Думает Что Было возможно Взять медаль Проблема была Потому что Как это Хардлз 60 метров С барьерами Барьер было В мешале В мешале И концентрации не было У нее нет Недостаточно опыта Экспириенс Опыт Опыт Экспириенс Кому было сегодня сложнее Отцу или тренеру Отцу Отцу Знаю В таких ситуациях Отцу Много трудно Мужская длина Она у нас осталась Как-то Без внимания Потому что Она там далеко была Но там Господин Мельтяк Дистин Таглу Сделал Все То, что нужно Красиво Прямо В первой попытке Третий день Исключительно финалы Только финалы Здесь те самые лучшие А так же Уэн Уэльюс Испания Да Сегодня у Испании Вполне возможно Будут какие-то шансы Уренья Корхе Уренья Корхе Уренья Бронз, Сильвер Или Голд Ты пробовал Голд Исключительно Болеем за всех Продохнуть вообще Невозможности Никакой не будет Финалы 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 Спринт Средний бегать Технические виды Давайте болеть Пожалуйста Финалы будут Сегодня Где угодно Вот здесь Финалы будут Вон там Финалы будут Вот здесь Эстафетные бега Поэтому Я наверное Сегодня В финальной части Третьего дня Вечерней программы Буду находиться Нигде И везде Одновременно Финалы тут же Один за одним Представили Мужской финал В высоте И там же Вот В официальном Красивом накопителе За кулисами Как бы артисты сказали Уже толпятся Команды 4 по 400 Их там много И сейчас тоже Наверное Будут выводить Первый вид Программы Мужская Эстафета 4 по 400 Мужская С therapeutic Мужская Мужская Первый вид С elector Во- brд Программа Продолжение и С домой С changer Заключительный этап мужской эстафеты. Здесь испанцы беснуются, потому что они сейчас первые бегут. Это первый круг сейчас. Вот испанцы, и за ними бельгийцы. За бельгийцев Батрин на одном из этапов. И легенды не умирают. Один из старших бурлей бежал. Развязка. Как я люблю говорить, жизнь лучше драматург. Казалось бы, ничем хорошим это для бельгийцев не закончится. Но старший бурлей, легенды, которые не умирают, Дилан Бурлей, Джульен Ватрин, они практически вытащили, выгрызли проигранную эстафету. Испанцы, ну казалось, вообще сделали невозможное. Но в итоге они вообще остались без медалей. Это что-то страшное. Буквально сейчас, уже несколько секунд прошло, и начали представлять мужчин в финале на шесте. Но, как говорят великие, нету Плантиса, есть интрига. Может быть, Эммануэль Каралис. Может быть, кто-то из немцев, Элита Баэр, например. Или скандинавы, два норвежца, дружной, сладкой, парочкой. Будем смотреть, кто в лучшей форме. Смотрю, в реальном времени, как спрятали девчонок за кулисами, будут представлять. Ну, шестыми заключительными будут представлять сборную Голландии. По-моему, ни для кого не секрет, что это главный фаворит. Сейчас, в реальном времени, смотрю, они там стоят. На кайфе, вот там что-то машут. А как не фаворит это, когда за них бежит Козырь, Джокер, Туз? Человек, который три раза из 50 в этом году выбегал, а? Человек, который три раза из 50 в этом году выбегал, Девчонки, который три раза из 50 в этот год! Девчонки, у кого не секрет? Игрコринский, бюджонский, дирек! Девчонки, у кого не секрет? Девчонки! Женская степень 4 по 400 Интрига жила ровно до последнего этапа Вот когда козырь выложили, тогда все и умерло Сейчас стал свидетелем невероятной семейной легкотлетической коммуналки Девчонки, несмотря на то, что выиграли, пошли на круг почета И начали поддерживать прыгуна в высоту из Голландии, который совершал свою попытку И там еще и Боневасия прибежал из голландской команды мужской И, короче, все они как давай потом обниматься, потому что попытка-то была удачной У меня сломался словарный запас и подводки Заключительный вид мужского многоборья и семиборья – 1000 метров Мужики отправились на 5 кругов, но там по итогам 6 видов Майерс 100 очков выигрывает у норвежца Скотт Хейма И мне кажется, это нереально, потому что они все 1000 бегать не умеют Они мертвые, они боятся ее бегать, поэтому никто ничего не отыграет здесь Все, Майера, я считаю, можно поздравить уже с чемпионством Хотя Скотт Хейм, он побежал И он смело побежал достаточно, попытаться что-то хоть сделать Вон он, вон он, Скотт Хейм побежал отыгрывать 100 очков эти Смелый воин, вот он А Кевин Майер, а Кевин Майер аккуратненько Заключительный круг пошел, вот Скотт Хейм Вот Кевин Майер прибавляет Смелый викинг Скотт Хейм Сделал все, умер, но не выиграл Опытный Кевин Майер набрал 6348 очков Это лидер европейского сезона И при всем при этом на рерс набрал по национальному рекорду И вот кто ему что скажет, то лучше его в Норвегии никто не набирал Но это все равно лишь серебро и бронза у Риста Лили Мец из Эстонии И эстонская сильная школа многоборья доказала снова то, что они мощные Музыка 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 Могу сказать, что на 3000 метров гладких Самая длинная дистанция, которая проводится зимой Музыка 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 Испанцы беснулись в очередной раз Я не знаю, они, наверное, не умеют бесноваться А далее он в честной схватке На финишной прямой в рывке Француза Бенджамина Роберта Того самого, который этот плохиш Любит толкаться Ну, получая, как говорится, карму назад И сейчас в данный момент Амилс уже в ранге Чемпион Европы поставил 2.33 И у него есть три попытки штурмовать эту высоту Он там просит поддержки Подытожим, да? Мужская высота по накалу, по драматургии По эмоциям, по борьбе и по интриге Было кайф, было здорово По результату говно собачье Ну, 2.40 нужно прыгать А вот сейчас стартует Заключительный беговой вид по кругу Женские 800 метров Но что-то мне подсказывает, что и здесь Абсолютно без сюрпризов произойдет Потому что гражданская Ходжкинсен безумно сильна И вот они уже побежали Килле Ходжкинсен в одну калитку выиграла Женские 800 метров Ну, она уже там празднует У нее интервью берут Возможно, что она скоро на круг почета опять побежит Извините, что вы думаете о Килле Доминаши? Килле Доминаши? Килле Доминаши Килле Доминаши? Килле Доминаши? Туда, куда-то вниз, в самый низ хип-хопа и легкой атлетики И вулета потом в пятой попытке на 6.91 улетела Тоже проснулась И сейчас все постепенно будут просыпаться В шестой попытке, чтобы попытаться назад Так сказать себе Золотую медальку надеть Такая нехитрая математика у девчонок получилась Прыжка Глинов В шестой попытке Малайку Мехамбу оставили вообще без медали Итальяночка вновь забрала серебро с результатом 6.97 прыгнуть в шестой попытке Вулета не смогла забрать ничего, кроме бронзы 6.90 И уже в статусе чемпионки Жасмин Сойерс делала попытку И заслуженное золото И лучшую статью зона в мире И в визге, и вопли англичан И 7 метров Ой, заключительные виды программы сейчас начнутся как красиво Мам, дорогая, вкратце расскажу Что, короче, норвежец Гуттермсен выиграл шест А Каралис не выиграл шест Вот так Женский финал на барьерах Все, стоп Это редкое вообще на моей памяти Золото у Финляндии в женских барьерах Рита Хурски чемпионка Результат национальный рекорд 7.79 Победил он один вистор Гораздо более опытного 7.84 Дальше детаджи Камбуджи Третья Все А вот пацаны пришли Это серебро и золото Вуртермсен и Каралис Калер Оу Вообще очень странная, очень нелепая развязка произошла Сейчас стадион молчит, никто не празднует Но финал прошел В доминирующей манере Швейцарец разнес всех в пух и прах Джейсон Джозеф С лучшим результатом сезона в Европе Но Все хорошо, все в порядке Просто расскажу, что было Испанец снес последний барьер Упал и несколько минут не вставал Ему помощь оказывали Вроде теперь все Все в порядке Дали команду И Вроде все хорошо Но там оказывают помощь ему В данный момент Там пока Типа такое Сдержанное празднование происходит У Джозефа Он победил Шиманского Ну там прям реально Короче Целую клетку Очень много Все Все поддерживают Уносит сейчас Льописа Третий как раз таки Был француз Это дорогие мои друзья Серебряный призер на 3000 метров На Дель Мишаль Абдель Майкенградс Спасибо Ого Ничего себе Что ты говоришь Ого Я очень счастлив Это больше Голл Метал Я победил в 2017 И просто работаю Спасибо за субтитры Якоб Якоб Он очень сильный Или нет? Он очень сильный Я думаю Он один из лучших Атлетиков В истории Европы Я рад, что бороться В последние 2-3 лапы Сегодня Я не был В последние Метры Но Я продолжаю Для следующего Ну вот собственно И все Чемпионат Европы По легкой атлетике В закрытых помещениях В Стамбуле Закончен Больше ничего не будет Потому что Все уже было И победы И поражения И борьба И эмоции И лучшие секунды И худшие секунды Чемпионат Европы Был крутым Он был живым И наполненным Потому что Большой легкой атлетики Никогда не бывает много Я буду говорить Только О положительных И позитивных моментах Да, конечно Таких-то мелких Негативных хватало Но О них будут говорить Аналитики Вечно недовольные Ну, а я показываю Красоту спорта И о том, что Легкую атлетику Невозможно не любить Поэтому все было Круто и здорово И попасть в центр Бурлящего моря Из огромного количества Национальностей Дорогого стоило Мне понравилось Любите легкую атлетику И увидимся с вами На выезде Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok